Концерт, который будет в мускомедии, называется «Сказки для взрослых». Обычно сказки — это сказки для детей на ночь, чтобы детки уснули. Я так думаю, что раз дети понимают жизнь, то им это не нужно. Ну, в смысле, мои сказки. Мои сказки для взрослых на день, чтобы проснулись. И я решил, раз так называются концерты... Боже, как красота. О, вот этой сказкой будет. Точно. Одна из сказок называется «Птичья ферма». Когда-то давно в этих самых местах построили птичью ферму. Насколько давно я не искал. Да, оно и не важно. Наверное. У каждой из птиц была своя клетка. Сплав каких-то металлов там редких. И в каждой клетке не обычная ветка, а я дистал для птицы на сетке. Условия словно в каком-то отеле. Интернет, санузел, стиралка и телек. Птицы круглосуточно ели. Так много ели, что даже не пели. Во время одного из обходов и сбора яиц по птице за воду, возможно, судьба проявила заботу. Один из птенцов улетел на свободу. Взмах и еще окно. Новый мир. Столько всего. Изобилие пир не мог представить себе тот тенец, что заключение наступит в конец. Под облаками летая, он пел. Становясь зрелым, он не взрослел. Решил остальных освободить, чтобы вместе летать и вместе творить. На птичью ферму вернулся ночью. Но тут же стал весьма озабочен. Не обнаружил ни дверей, ни замков. Все птицы сидели внутри без оков. Любая из них могла бы лететь. Но только вот птицы решили толстеть. Используя клюв лишь, чтобы есть, сложно в открытую дверку пролезть. Птенец звонко пел о том, что не стоит так много есть. Послание простое. Вы все способны летать высоко. Не верили птицы, что это легко. Да все, что вам нужно, чтобы лететь, чуть меньше есть и чаще петь. С репликой этой птенец удалился. И кто запел, тот и освободился.